Субботники прошли и в Октябрьском районе. Здесь в борьбе за чистоту местные власти даже объявили конкурс на лучший двор. Кто и с кем убирал свою территорию, узнавали наши журналисты. Добросовестный и усердный труд будет отмечен, так сказали местные власти. В период осеннего месячника в Октябрьском районе объявлен конкурс на лучший двор. Жители 12 микрорайона самые активные. И для них судьба их двора не безразлична. Невзирая, что они живут на окраине Майкудука, с особым старанием наводят во дворе марафет. Еще бы, ведь за лучший двор ждет небывалый презент. Вот, пожалуйста, клич кинули, весь народ здесь. Мы живем в чистоте, значит у нас душа практически чистая. Поэтому я призываю всех жителей нашего города содержать в чистоте свои дворы. Будут дворы чистые, будет душа чистая. 29-го субботник мы все выйдем и призываем всех жителей города, чтобы вышли тоже на субботник. Заводчане сегодня тоже в строю. Работники литейного завода почти профессионально орудуют метлами и граблями. В рамках субботника они убирали не только собственную, но и закрепленную территорию района. Основная масса, на заводе, который работает, является порядка 70% жителей Майкудука. Они заинтересованы именно в поддержании в чистоте и в порядке своего города. А вот на новом сквере в районе рынка Гасыр полным ходом идет посадка 30 молоденьких елок. Отныне здесь помимо чистых улиц будет и чистый воздух. Помимо того, что мы сегодня сажаем деревья, на своем примере хотим показать обществу, населению района, как нужно относиться к району. Помимо этого у нас проводится еще и ярмарка. Ярмарка по торговле продукцией по сниженным ценам. В субботнике на территории Октябрьского района приняли участие более 20 тысяч жителей. Задействовано 55 единиц техники. На 6 несанкционированных свалок в районе стало меньше. Зато зеленых насаждений прибавилось на 200. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.